Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Здравствуйте, дорогие слушатели юные открыватели, мальчики и девочки. Здравствуйте, уважаемые папы, мамы юных открывателей, бабушки и дедушки юных открывателей. Это программа «Открывашка» на волне 101.0 FM. Меня зовут Николай Голиков, и сегодня вместе со мной эту программу будут вести Дима Гавриков. Дима, привет. Привет. Злата Андреева. Доброе утро. И мой однафамилия, совместитель сын Миша Голиков. Миш, привет. 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 Мы так здороваемся, интересно, в эфире, да, как будто раньше не видались. В нашей программе мы уже открывали для себя автомобиль. Помните, программа была прекрасная совершенно, на его строение. А сегодня мы будем говорить о том, насколько быстро автомобили могут ездить. И какие бывают разные гонки, да, специально для этого, чтобы рассказать нам вот об этих гонках. К нам сегодня пришел Павел Усатов, самый юный гонщик Кирова. Павел. Здравствуйте. Доброе утро. Вот. Также, как всегда, вы можете звонить нам в студию по телефону 211-101. Мы будем задавать вам вопросы. Вы будете на них отвечать, я надеюсь, как всегда, правильно. И получать призы, список которых сейчас огласит Михаил. Сегодня у нас есть энциклопедия автомобиля 6+, энциклопедия знатока изобретения 6+, автоэнциклопедия 12+, энциклопедия транспорт 6+, Туи Сазерленд, драконья сага 12+, Евгений Велтистов, миллион и один день каникул 6+, Дарья Донцова, амулет добра 6+, и у нас есть приглашение. Приглашение в театр кукол на спектакль «Кентервильское привидение» 27 января в час дня 6+, приглашение в драмтеатр на спектакль «День рождения принцессы», приглашение на двоих в КТКВ «Зоки», приглашение на двоих в первый батутный парк «Марио», приглашение на двоих в кинотеатр «Дружба». Вот такой список огромный, да? Так что смотрите сами, есть ради чего подумать, порыться в ваших гаджетах, потрясти ваших родителей немножко за рукава, значит, чтобы дали правильный ответ, если вы его не знаете, и получить один из этих приятных призов. Значит, мы сделаем как сейчас? Ладно, давай зададим вопрос сразу. Хорошо. Чтобы пока мы говорим, они думали. Как звали гоночную машинку главного героя из мультика «Тачки»? Как звали гоночную машину главного героя из мультика «Тачки»? Я думаю, это один из самых легких сегодня вопросов, потому что я слышал, что там ребятки придумали. Вот. А мы тем временем, наверное, давайте немножко в историю нырнем, да? Да, Дима? Да. Давай, расскажи нам, как вообще все начиналось. Ты помнишь, как все начиналось? Да. Да, рассказывай. Официально автоспорт родился тогда, когда была основана Международная автомобильная федерация в 1904 году. Но за 10 лет до этого произошла первая гонка в 1894 году. Это как? Какая гонка была? Они что, просто так вот двое выехали на улицу, и кто быстрее? Или это уже официальная какая-то была гонка с призами, да? Официальная гонка. То есть, смотри-ка, уже больше 100 лет автомобильному спорту. Вот так время быстро летит. Ну что, у нас есть желающий злат ответить на твой вопрос. Поговори с человеком. Привет. Как тебя зовут? Здравствуйте. Как тебя зовут? Михаил. Михаил. Михаил, а сколько тебе лет? Десять. Ого. Давай отвечай на вопрос. Сам ты смотрел мультик «Тачки» вообще? Да. Все три? Нет. Нет? Ну, в принципе, там имя-то не менялось. Ну да. Ну да. Ну, отвечай. Молния Маквин. Молния Маквин. Совершенно верно. Все согласно закивали. Ты уже готов определиться, какой приз ты бы хотел получить? Нет. Нет? Тогда поговори с нашим редактором. Не клави трубочку. Поговори с редактором и выбери себе подарок, который бы ты хотел за свой правильный ответ получить. Смотри, как хорошо у нас пошло. Михаил, задавай свой вопрос. Какая стандартная дистанция в дрэк-рейсинге? Это гонки по прямой. Дрэк-рейсинг. Мы еще не говорим, что такое дрэк-рейсинг, но мы уже... А, гонки по прямой, да? Пояснилось всякий случай. Стандартная дистанция. Да. Она в милях, в километрах, в метрах? В метрах. В метрах. Сколько метров стандартная дистанция в дрэк-рейсинге? Там такое забавное число, да? Да. Хорошо. Ну все. Вопрос задан. Ну что, Павел? Вообще вот, смотрите. Вам сколько? Вон 16? Да. 16 лет. У вас еще прав-то нет ведь, да? Нет. У нас право выдают с 18. А вы уже гонщик. Да. Это вот... Как это так бывает? Почему так вот? Ну, у меня папа раньше занимался гонками. И когда он, ну, закончил ими заниматься, он мне предложил ими заниматься. Угу. И с 8 лет мне построили первую мою спортивную машину АКУ. То есть вы сразу уже на машинах, то есть вот там некоторые с карты начинают, да? Ну да. Сразу как-то в кузове поприятнее ездить. Ну, наверное, да. Вот. И... Ну, первый год мы тренировались. Я учился ездить. То есть каким-то замом он меня обучал. Потом уже принимали участие в первых соревнованиях. Вот здесь вот на полигоне под Горянкой Шихова. Угу. Потом начали уже выезжать в Яшкар-Ролу. Угу. Вот. Попросили в Яшкар-Роле разрешение. То есть где-то с 10 лет уже принимали участие в первых соревнованиях. А это надо специальное разрешение? Ну, в Яшкар-Роле мы договаривались просто с организаторами. Угу. Вот. И через два года я стал вице-чемпионом Республики Мориал по автокроссу. Это вам сколько лет тогда было? В 13, получается. 13 лет чемпионом по автокроссу. Так. На этом мы сделаем маленькую паузу. У нас звонок есть, Миш, на твой ответ. Привет. На твой вопрос-ответ. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Всеволод. Мне 12 лет. Я 19-й школы. И какая дистанция? 42 метра. Правильно. Ответ. 42 метра. Правильный. Какой приз ты хотел бы получить? Билеты в дружбу. Да. Все нормально? Есть у нас билеты в дружбу? Все прекрасно. Не клади трубочку. У нас редактор объяснит тебе, как эти билеты получить. А вообще, вот смотрите, вот эти вот машины, да, вот вы говорите, там, из-за киевна, как-то переделывали? Да. То есть какая вот разница между просто автомобилем и автомобилем, который участвует, вот скажем, в ралли, да? Ну, то есть оттуда до стады, по сути, весь салон, то есть убраны какие-то лишние детали. Потом варен каркас безопасности. Ну, немножко доработан мотор, потому что в классе до 2-юнера сильно нельзя дорабатывать, потому что все равно дети же еще ездят. Вот. Плюс вставлено спортивное кресло. Ну, то есть в первую очередь, конечно, безопасность. Очень много для этого сделано. А так, в принципе, более-менее, АК это еще более-менее стандартный автомобиль. Ну, в принципе, да, но вот здесь в салоне там что, одно кресло оставили там? Одно кресло, да, спортивное. То есть никто рядом с вами там не ездит, да? Обшивки дверей все достают. Ну, то есть в принципе, вот если сейчас, вот скажем так, вам бы было 18 лет, вы бы сели на обычную АКУ, да, ну, хотя я не думаю, что я сейчас легко найти. Если вы сели на обычную АКУ, то есть точно так же бы поехали, да? Ну, помедленнее, конечно. Принцип управления. Принцип управления тот же, да. То есть там вот это вот, ничего специального там такого нет? Нет. Интересно вообще, конечно. Я не знаю. Дима, вопрос. Как называется знаменитая российская команда, участвующая в строфе-гонках на грузовиках? Ну, что ж, хороший вопрос. Я думаю, на него тоже быстро ответят. Это одна из самых знаменитых, мне кажется, российских команд. А вообще, смотрите, вот сегодня уже говорили, там были такие гонки, такие там. Сколько всего разных вот таких видов гонок, да, автомобильных? Ну, мне кажется, сейчас уже более ста видов точно есть. И у каждого свое название? У каждого свое название, да. И везде свои там соревнования? Везде свои соревнования, да. А вот вы участвуете? Я сейчас участвую в ралли, а раньше участвовал в автокроссе и ралли-кроссе. А вот разница между ними, как и от ралли, вот в чистом виде это что такое? В чистом виде ралли это прохождение спецучастков, то есть изначально это дороги общего пользования, ну, грунтовые либо снежные. И они перекрыты специально для ралли, и просто по ним на время экипаж стартует в начале, проезжая 22, например, километра, да, и финиширует в конце. И вот это чистое время, которое получилось за 22 километра, оно и считается, и у кого время лучше, тот и выигрывает. То есть это просто обычная дорога? Ну... Это не какая специально подготовленная трасса, знаете, вот как эти вот Формула-1, там, да, там какие-то миллиарды, чтобы построить эту трассу, там, потом несколько лет приезжают какие-то комиссии, проверяют неизвестно что, и еще не всякий раз утверждают. Ну, конечно, здесь тоже выбирают дороги, берут наиболее закрученные, наиболее интересные. Ну, закрученные в каком плане? В плане того, трехмерные они, да, там, поворотов много. Подъемов, спусков? Да, подъемов, спусков. Ну, каких-то специальных там не делают, преград там? Ну, иногда, когда вот очень длинные прямые получаются на ралли, то есть ставят ретардеры. Это что такое? Это, ну, чаще всего тюки с сеном, либо бетонные блоки, которые надо объехать, как змейкой. Угу, то есть... Ну, то есть для замедления типажа. Усложняют немножко, да? Да, да. Вот. Хорошо, Дима, принимай ответ. Сегодня у нас очень быстро отвечают. Какие-то вы легкие вопросы заготовили? Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Арсений. Сколько тебе лет? Пять. Молодец. Какой же правильный ответ? КамАЗ. Ну, скажем так, ответ правильный. Правильный, да? Дима, подтверждаешь? Да. Ну, дальше продолжай спрашивать. Самое главное, спроси у человека. Что ты хочешь выбрать? Правильный, да? Что ты хочешь выбрать? Энциклопедия автомобилей. Отличная энциклопедия. Вот я сейчас как раз беру ее в руки. У нас запись, что мне, что показать. Да, вот большая, красивая энциклопедия. Все, она уже твоя. Не клади трубочку. Редактор тебе объяснит, как ты сможешь ее получить, свой заслуженный приз. Злата, чтобы паузы не было, давай задавай вопрос еще. Между какими городами проводился первый турнир по ралли, как раз таки в 1894 году? То есть там из разных городов были, про которые Дима рассказывал эти ралли, да? Да. Из двух. У тебя нет каких вариантов, подсказочек таких маленьких? Ну, где это было, в какой стране? Это была Франция и еще одна страна, но я не буду подсказать. Хорошо, понятно, если подсказать, то все догадаются, да? Ясно все. Значит, между... Какие города соревновались, да? Да. В первом самом вот этом вот ралли в 1894 году? Ужас какой. А вот, смотрите, есть же еще разные какие-то другие гонки, да? Да. Какие еще бывают вот такие вот? В каких бы вы хотели поучаствовать еще? Ну, я бы хотел вот проехать ралли-марафон Дакар, потому что это очень интересное и сложное испытание. И еще я бы хотел поучаствовать. Если в Америке проводятся гонки на Скар, это гонки, то есть там овал, он под углом, можно сказать. То есть овал такой получается. То есть трасса, она... Ну, как стадион, да, овальная такая трасса получается, нет? А под углом в смысле как? Под углом, то есть трак находится, ну, под небольшим углом, то есть чтобы ехать машиной, постоянно под небольшим наклоном. Вот. И они ездят по кругу, то есть там средняя скорость получается около, ну, там, 300 с лишним километров. И вот они вот так вот иногда 200 миль, иногда 500 миль вот так вот ездят. Круг, сколько он по... Ну, стадион стандартный 800 метров, да, условно говоря, беговая дорожка. Это примерно где-то так же, порядка километров. Ну, там полторы мили, нет, они... Ну, понятно, у них мили там, да. Полторы мили. Да. Вот, а именно вот смотрите, потому что там очень так вот скорости большие выходят туда. Скорости большие, плюс там, это единственная серия, где, по сути, стартуют одновременно более 40 экипажей, то есть очень интересно получается, борьба получается постоянно, обгоны. А столкновения, наверное? Ну, бывают и столкновения, конечно. Ну, это же очень опасно. Ну, сейчас все безопасно, по сути, вот в Носкаре за последние, сколько, 20 уже лет, ни одной смерти не было, потому что сейчас есть множество систем безопасности, которые спасают пилота от сильных столкновений. Ну, травмы-то все равно уже есть. Ну, травмы бывают. Даже вроде и формула, там один смотришь, да, там все вроде сделано, выберено, все равно ведь бывает, потому что скорости безумные. В любом спорте бывают травмы. Ну, да, кстати, самое интересное, скажите, знаете, какой самый травматичный вид спорта? Какой? Подумайте. Никогда не угадаете. Хоккей? Шахматы. Ты почти угадал, почти угадал. Нет, как вы думаете? Шашки? Нет. Да я смеюсь, нет, конечно. Ни шашки, ни шахматы, ни нарды. Все почему-то обычно думают, что это бокс, гонки автомобильные. Знаете, вот такое, хоккей тоже думают. Нет. Самый травматичный вид спорта, вы будете смеяться, футбол. Это самый травматичный вид спорта, потому что там очень много открытых столкновений, незащищенные руки-ноги. В хоккее все в щиточках. В амуниции. Там зубы выбивают. Вы знаете, в футболе тоже выбивают зубы, и не только зубы, и черепа ломают, все что угодно, потому что это очень высокие скорости, извините, на ногах бутсы с шипами. Поэтому это, вот я удивился, когда прочитал, что самый травматический спорт вовсе не ралли, вот как многие думают, что там, да, все опрокидываются, сталкиваются, падают. И не хоккей, где вроде бы там, да, вот скорости большие, все, именно вот футбол. Потому что там как раз безопасность не обеспечена. Там никак человек не защищен ни от чего. Вот, а движения много и так далее. Вот, ну ладно, мы не будем о грустном, надеюсь. Но вас еще пока не было в карьере таких вот столкновений? Ну, когда я участвовал в классе Д2 юниор на трассе «Крутой враг» в Вишкар-Оле, в одном из поворотов у меня, ну, что-то в подвеске сломалось, и я перевернулся через крышу три оборота почти. Трижды? Трижды, да. И потом так повезло, что я приземлился снова на колеса. Как Ванька-встанька, да? Капот вот так вот был на этот, на сетку. Ну, то есть вместо лобового стекла сетка. А вы в свое-то кресло как-то зафиксировали? Да, конечно, там четырехточечные ремни. То есть вы там это не болтались как-то? Нет, нет, нет. И я продолжил гонку, и в итоге приехал третьим к финишу. Вот так вот. А как вообще сообразили после такого этого сальто тройного? Не знаю, почему-то решил завести машину, она завелась, и я решил ехать дальше. Ну, это, наверное, еще хорошо, что все-таки на колеса встало, потому что иначе бы уже, конечно, время было бы потеряно безвозвратно. Давай повторим вопрос. Что-то у нас задумывался народ. Между какими городами была проведена первая гонка по ралли? Так ведь надо говорить? Ребята, ну, по ралли можно и так сказать, да. Ребята, гаджеты у всех есть. Легко. Легко, я думаю, да, Дима сказал, легко. Напрягите родителей. Вопрос простой, потому что эта гонка известная, она самая первая была, и поэтому найти ее довольно-таки просто. Еще такой вопрос. А вот смотрите, это вот все вот эти гонки, которые вы говорите, это гонки такие, ну, кто первый, да? Да. А есть же какие-то другие формулы. Гонки на выживание. Да. Вот я как раз хотел, да, вот меня это всегда интересовало, это что такое? Ну, это когда... Это вот на самом деле на выживание, или это просто такое название для привлечения зрителей? В Америке, и, ну, раньше вот в России стадион «Видное» был. Это где? Это Подмосковье. Подмосковье, да? Да. То есть проводятся гонки на выживание. Их суть составляет... Ну, есть два типа. Первый тип, опять же, то есть разрешается любое столкновение, но кто первый придет к финишу, ну, то есть там круговая дистанция. Вот. А второй тип гонок, это, то есть закрытый стадион, по сути, как хотейная площадка. И там по разным сторонам стартует определенное количество машин. И побеждает тот, кто единственный остается на ходу и может ездить. То есть тот, кто вот это вот... Это реально, то есть получается, в гонке там любые столкновения могут быть, да? Любые столкновения, да. Можно там таранить... Да, да. Слушайте, вот это тоже как-то... На вид-то страшно, но, опять же, да, вот ты говоришь, не бывает таких случаев, чтобы там... Там даже травм не бывает. Во-первых, скорости небольшие, а во-вторых, машины, то есть они сделаны... То есть там один кузов остается, а все остальное, то есть вокруг кузова это полностью, по сути, как багги. То есть полностью каркас сварен. И на каркас просто одет кусок металла. То есть практически сталкиваются, это не машина, а вот эти вот защитные их оболочки. Да, да. Понятно все. Злата, ну что, есть желающие ответить на твой вопрос? Ну, видимо, да. Ну, вперед. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Валя. Мне 6 лет. Ух ты, молодец какой. Давай, отвечай на наш вопрос. Париж, Дакар. Так. Ну, Париж это правильно. Ну, уже скажем, да. 50% правильного ответа уже есть. Это уже радует. А второй город? Дакар. Дакар, по-моему, не совсем из этой гонки. Нет, не совсем, да. Не совсем правильный ответ. У тебя нет других вариантов? Нет, да? Ну, что будем делать? Человек на 50% правильно ответил. Вот ему половину книжки. Половину книжки, да? А может быть, он захватит билеты, да? Да им полбилета, да? Половина билета. Половина билета. Ну, нет, я думаю, что молодец, что позвонил. Да. Будем считать твой ответ правильным. Сейчас Злата его уточнит, и потом вы поговорите о призе. Как правильный ответ? Эта гонка была проведена между Парижем и Руаном. Ну, они, по-моему, оба города во Франции. Два города во Франции, да. Все нормально между Парижем и Руаном. Ну что, Валентин, какой ты хочешь приз? Билет в батутный парк. Билет в какой парк? В батутный. В батутный. Прекрасно совершенно, что не клади трубочку. Сейчас тебе наш редактор объяснит, как ты получишь свой билет в батутный парк за твой правильный ответ. Ты моя сестра. О, как бывает. Это не Валентина, это Валентина. Ой, тогда. Ну, все равно билет в батутный парк. Прекрасно. Развели тут семейство на свидетели. Сестра звонит. Павел, есть вопрос с нашим слушателем? Да, конечно. Да, давай. В каком году в Кировской области была проведена впервые кубковая гонка «Ралли-Вятка»? В каком году впервые была проведена кубковая гонка «Ралли-Вятка»? Это вопрос посерьезней. Тут так просто уже родителей не потрясешь. Тут надо уже знать. Ну что ж, прекрасно совершенно. И еще вопрос такой. Мы про гонки на выживаемость поговорили. Про «Наскар» поговорили. Но ведь есть же еще какие-то страшные даже названия. И назвать их там это там «Драгрейсинг». К этому куда-то вас не тянет? Ну, я пробовал принимать участие в «Драгрейсинге» пару раз на копейке уже. Но для этого все равно. То есть «Драгрейсинг» — это в первую очередь соревнование не пилотов, а соревнование денег. Потому что в «Драгрейсинговые» моторы вкладываются, ну не то что тысячи, там миллионы вкладываются в них. То есть это соревнование моторов? Соревнование моторов, по сути. И по сути пилот принимает там решение минимальное. То есть переключение передач, которым можно даже по сути научить какую-то там животное. Можно какое-то научить передачи и переключать. И по сути это просто соревнование, у кого больше денег. То есть просто человека в капсулу сажают, он как саночник условно говоря. Что-то может сделать. Видит зеленый свет, газует. А там какой зеленый свет? Там светофоры стоят. Я не очень правила эти знаю все. Между прочим, Павел, кто-то уже хочет ответить на ваш вопрос. Да? Да. Давайте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Светлана. Светлана. Сколько вам лет? Девять. Девять? А в какой школе вы учитесь? В какой школе вы учитесь? Петербургский лицей. Петербургский лицей. Прекрасно. А на какой машине по городу ездите? Не помню. Ну вот. Тоже нормально. Хорошо. Когда же, в каком году были первые у нас гонки в Кирске? В 2012. В 2012. Ну, это первая гонка после возрождения ралли «Вятка». Ну, я считаю, что давайте тоже ее будем... Конечно. Есть такой факт, да? Да. Первая гонка после возрождения. А самая первая гонка, то есть, ну, вообще, когда к нам приехали кубковые экипажи, состоялась в 1996 году. Ох, как. И там потом такая пауза на 16 лет. Нет, потом до 2005 года, то есть, она проводилась. И потом уже был перерыв. Вот. И потом наши организаторы решили снова возродить эту гонку. Вот в 2012 году состоялась, да. Ну, то есть, мы решили, что ответ правильный? Да, давайте. Вот. Ну, тогда, что ж, победительница, выбирайте приз. А какие есть? Ну, у нас есть книги и есть приглашения. Приглашения, да? Приглашения. Театр там или куда-то еще. Что бы вам хотелось? Книжку или куда-то сходить? А какие приглашения? Какие приглашения, Миша? Озвучи еще разик. Приглашение в театр кукол на спектакль «Кентервиское привидение», приглашение в драм-театр на день рождения принцессы и приглашение на двоих в КТКВ «ЗО». А книги какие? Ладно, читай весь список теперь уже. Кроме энциклопедии «Антамбили», которые у нас уже победили. Энциклопедия «Знатка изобретения» 6+, автоэнциклопедия 12+, энциклопедия «Транспорт» 6+, Сазерленд «Драконья сага» 12+, Евгений Вилтистов «Миллион и один день каникул» 6+, Дарья Данцева «Амулет добра» 6+. Вот какие книги. А когда можно приглашение на привидение? На куда? А, в деревню? В театр. А, в театр? В какой театр? Кукольный? В кукольный. Прекрасно, кукольный театр. Кентервиское привидение. Да, кентервиское привидение. Все правильно. Нет никаких проблем. Не клади трубочку. Наш редактор объяснит тебе, как ты сможешь получить пригласительный билет. Сейчас вопрос Миша задавай. Раз уж ты голос подал. Какая страна – это родина дрифта? Какая страна – родина дрифта? Да, хороший вопрос. То есть человеку надо сначала узнать, что такое дрифт, а потом узнать, где страна – родина дрифта. Что такое дрифт? Ты будешь говорить? Ну, да. Расскажи. Это гонки, не гонки, это машины в управляемом заносе. То есть, знаешь, это красиво в фильмах бывает, да? Да. Ох, там это крутит-вертит. Умеешь так делать, Павел? Ну, да, умею. То есть, это вообще сложный прием, нет? Ну, в принципе, то есть, если будет подходящая машина и подходящая мощность двигателя, то, в принципе, этому можно научиться, ну, за месяц-два. За месяц-два? Да. А вот вы сейчас на Копейке ездите, да? Да. А на ней? Можно, но у меня же там уже нестандартный мотор стоит. Ну, там у вас стандартный мотор именно с ограничением с кем-то, да? Нет? Нет. Нет? У меня абсолютно боевой мотор. Боевой мотор. А почему тогда, говорите, там нестандартный мотор, то есть, дрифт на нем невозможен? Почему? Возможен? Я и говорю, нет, на стандартном моторе дрифт, по сути, невозможен, потому что мощности будет мало. Нельзя контролировать машину. Ну, вообще-то я как бы видел, как Копейки-то балуются там иногда. Но это балуются, а тут же соревнования. Ну, понятно все. Нет, ну, все, он дрифт показывает, типа, там, что мы тут и на Копейках, на наших... Копейка такая, машина культовая у нас в стране. Значит, Миша, вопрос у нас такой завис в эфире сейчас, о том, где у нас родина дрифта. Да, такая страна. Такая страна, да. И дрифт – это движение машины в управляемом заносе. Да. Отлично совершенно. Вот, а смотрите, вы говорите, что вам 13 было, когда вы начали, да? Нет, 8. А, 8, да, 13 вы уже это... А вот вообще, как вот можно человеку, да, в 8 лет подумать и сказать, что я хочу стать гонщиком, что для этого нужно? Я думаю, что вот... Я вот впервые узнал, оказывается, честно говоря, сегодня, да, что у нас вроде бы права-то выдают по 17, а уже участвуют в автогонках люди, которым там 8, 9, там, 10 лет. Как вот попасть в этот спорт? Как у вас это получилось, вот помимо того, что просто вот, ну, понятно, папа, ну, ведь вы же не один этим занимаетесь? Ну, в первую очередь, конечно, должно быть желание, ну, то есть участвовать в этом всём, понимание вопроса, ну, что тебя ждёт, вот. И, конечно, тренировки, то есть, если, по идее, можно принимать чести в классе до двойнёров с 12 лет, но если вы покажете уровень своего мастерства и то, что вы можете ехать на равных с более старшими ребятами, то, в принципе, вам могут дать разрешение и пустить вас в этот спорт раньше. А вот смотрите, тренировки, интересный такой вопрос, ну, понятно, да, вот, когда обычный спортсмен тренировка, да, все представляют, там, какая-то общая физическая подготовка, там, растяжка какая-то, там, ещё бег, там, ну, что-то ещё общее физическое, и потом уже какие-то специальные навыки, да, а у здесь вроде вот тренировать это вроде надо не вас, а машину, это как, что, как тренировка-то получается, что, как она выглядит вообще? Ну, всё равно нужна физическая подготовка, то есть, нужны сильно руки, чтобы удержать машину в каком-то, там, если вдруг куда-то столкновение или, не знаю, там, долго придётся ехать, например, там, 10 кругов руки же устают всё равно, вот, а так, конечно, тренировки на самом автомобиле, то есть, техника прохождения поворотов, техника старта, техника переключения передач, то есть, это всё же отрабатывается. Вот я так понял, там, самое-то главное, может, даже вот не сила, а вот какая-то способность, там, принимать решения быстро очень, да, спокойствие сохранять. Да, спокойствие, да. Потому что вот эта история, когда вас трижды перевернуло, да, вы, там, взяли и приняли решение продолжать, да, ведь сам не знаю, как принял это решение. Вот, то есть, это тоже как-то, или это уже свойство человека от рождения? Ну, я считаю, что, как бы, есть вот гонщики, которые, ну, то есть, ведут себя, как бы, неспокойно, агрессивно, но такой гонщик, он ничего не добьётся, потому что он, ну, не сможет грамотно принять решение и, в конце концов, либо нарушит правила, либо окажется где-нибудь лежать на крыше в придорожных кустах. Ладно, давайте не будем пока продолжать эту тему, значит, приведу, но сделаем. Давайте маленький перерывчик, немножко послушаем музыку, передохнём и продолжим. Наши лица ветром Скорость обжигает Скорость не сбрасывай на виражах, Вчится нам навстречу Трека полотно Тот, кто не рискует Тот не побеждает Жизнь или на гонках Это всё равно Скорость не сбрасывай на виражах, Только так научишься Побеждать Побеждать Трек не любит славых Трек не любит роки Каждый поворот здесь Драмой может стать В жизни тоже будет Много поворотов Надо их учиться Преодолевать Скорость не сбрасывай на виражах Только так научишься Побеждать Побеждать Ну что ж, мы возвращаемся в студию Продолжаем нашу программу «Открывашка» Напомню у нас, кто сегодня в гостях У нас в гостях сегодня Павел Усатов, самый юный гонщик Кирова И на столе стоит Прекрасный сначала кубок Вот мне немножко, я вода компьютера не видно, да? И целая уже такая вот Уже довольно-таки много дипломы, медали Павел, расскажите об этих соревнованиях Ну, здесь есть диплом То есть мы самые первые Нет, давайте с кубкой начнем Он самый красивый Хорошо, давайте Значит, этот кубок я выиграл в Пензе На соревнованиях по ралли-кроссу В 14-м году? В 14-м году, да То есть мне было 13 лет И вот после того, как я стал Вице-чемпионом Республики Мариал по автокроссу Мы решили отправиться, ну как Посмотреть уровень А это вот медаль как раз из Марио, да? Да, за первенство по итогам сезона Спасибо И вот мы решили отправиться в Пензу Посмотреть уровень других участников Вот И там были очень интересные соревнования То есть у нас в классе набралось более десятка ок Вот И ну так получилось выиграть Отлично все А вот дипломы это все вот, да? Вот это все вот с разных совершенно смотрю Там что-то трек Тут вообще не так Вот диплом вот этот вот Вот Это диплом Это моя самая первая гонка Мне было на тот момент 9 лет И вот это была моя самая первая гонка И так получилось, что вот сразу второе место А еще у нас, кроме всех этих прекрасных наград на столе Огромный шлем Ну что, ребята Спрашивайте, что это за штука? А почему у вашего шлема нету стекла защитного для глаз? Защитное стекло для глаз используется в автомобилях Либо с открытыми колесами То есть, когда вы едете, например Ну у вас нет кузова И что-то может какая-то пыль в глаза прилететь или грязь Ну это вот как болида у формулы, наверное, да? Да, да, да Там потому что Ну или в кроссе Потому что лобовое стекло заменяется сеткой Ну для облегчения веса А в ралли у вас стоит обыкновенное лобовое стекло И поэтому ничего в глаза не летит А ездить без визора удобнее, чем с визором Это стекло называется визор? Визор, да Ясно такое Запомните, это называется не стекло А визор А вообще вот это, внутри этого шлема Вот там много всего? Ну там несколько защитных слоев То есть он негорючий Он спасает от ударов То есть перегрузки Плюс там есть система Для переговоров со штурманом То есть в ралли вы когда едете Вы едете вдвоем Первый пилот и второй пилот Я почему спросил, сколько у вас в машине кресел? Да, два Вот И роль штурмана Ну у меня вот выполняет тоже известный в Кирове ролист Николай Никулин Вот И Он старше вас? Да, ему 32 года То есть уже опытный человек, да? Вот И штурман, он выполняет какую роль? Он говорит, что будет дальше То есть если ехать по глазам по трассе То это получается медленнее Потому что если вы, например, видите горку перед собой Вы же не знаете, что за горкой А штурман вам говорит Что, например, за горкой еще 200 метров И потом левый там поворот такой-то Вот И Вы уже как бы газ-то не отпускаете И едете дальше с уверенностью, что Дальше будет прямая дорога То есть от штурмана очень многое зависит И вот чтобы штурман не кричал И чтобы его было хорошо слышно Установлена система переговорок То есть Как это работает? Там микрофон? Да, там микрофон и наушнички Это все подключается И получается, что я слышу штурмана А он слышит меня Нет, ну вот смотрите, получается, что Вы же тоже не вслепую поедете в России И вы же перед тем, как вы на соревнованиях участвуете Два раза проходит ознакомление трассы То есть мы ее прописываем То есть в ралли есть специальные приемы для прописи трассы То есть это градиенция поворотов по сути То есть повороты записываются по системе от 1 до 6 То есть если 1, то это плавный поворот 2 круче и так далее А 6 это? 6 это уже да Шпилька Ну да, разворот на 180 градусов по сути Вот и Как шпилька называется? Шпилька, да А в принципе да, похоже Вот И с помощью этой вот системы Получается удобнее проезжать трассу И быстрее получается А вот именно Вы же тоже знаете трассу И штурманы ее знают Это видимо для того, что просто Вы вообще не думали о том, да? Вот штурман-то сидит Нет, ну я был, ну как я могу знать повороты То есть у нас 80-90 километров боевой дистанции И бывают спецчастки по 25-30 километров То есть просто всю ее запомнить невозможно, да? Даже после двух вот этих проездок нереально Конечно Вот То есть здесь вот это переговорное устройство А вы когда вот этот свой знаменитый кувырок совершали Я ехал один А ну вы в шлеме были? В шлеме, конечно В шлеме были, да? Ну там был другой кроссовый шлем У него другие функции По сути Но да, я был в шлеме Потому что Ну без шлема так просто можно Свернуть шею по сути Ну понятно, все вполне Напомню, что у нас был вопрос Занон Миш, повтори свой вопрос еще Какая страна родина дрифта? Я объясняю еще раз, что такое дрифт? Это гонки на машинах в управляемом заносе Вот В какой стране зародились Вот именно сам дрифт? Или вообще гонки? Сам дрифт Сам дрифт, понятно все Ну хорошо, вопрос сложный Слава богу, мы хоть спокойно можем поговорить И призов нам больше останется В студии здесь И боремся за первокомандное место По итогам года А вот как бы С членами вашей команды у вас какие отношения? Или вы на самом деле Каждый у вас в своем этом сидит? Просто общую цель какую-то ставите В общем у нас хорошее отношение с командой По сути большинство экипажей из этой команды У нас один общий большой гараж И мы там вместе как бы строим машины То есть иногда вместе всей командой там собираемся где-то отдыхать Ну то есть у нас хорошее дружественное отношение Тренируетесь вместе, да? Да, тренируемся вместе А вот еще вопрос такой Строим машину, это что вы делаете? Автозавод У вас там маленький автозаводник Нет, ну машину же нет предела совершенству Надо же ее всегда дорабатывать, что-то улучшать То есть вот я например сейчас После гонки в Малахите Ну это Кубок России в Челябинске Буду переставлять коробку отечественную На коробку от BMW Задний мост буду ставить от Volvo Ну и это же все занимает время И все равно когда есть Ну люди из других Ну из нашей же команды Они там помогают нам что-то поменять Ну команды это всегда проще Ну то есть вы своими руками это делаете? Конечно Не, ну так вот опять же Если взять тот же мультик про тачки Да, там же целая команда техников Все там На это деньги надо Ты только подъедь Они все тебе заменят Все переделают там в 2 секунды То есть все это руками? Все это руками, да И вот То есть как это можно сказать? Материальную часть вы знаете значит Лично всю То есть автомобиль для вас это не загадка Что в нем внутри? Ну по сути да Но я в основном Как бы помогаю папе там Что-то подкрутить Поделать Но в основном Как бы вот основную роль Выполняет мой папа Он в этом очень хорошо разбирается И поэтому я ему доверяю За техническую составляющую Моей мышью Ну это так хорошо звучит Доверяю, да? Да Запомни мне в следующий раз Когда ты скажешь Папа, я тебе доверяю Сделать вот то-то и то-то Да Я не в смысле что сам не хочу В смысле я тебе доверяю Да Нормальный такой разговор А вообще вот смотрите Вот вы говорите там Три там кувырка случилось В общем много всего такого Забавного происходит Забавного или интересного Или может быть такого Трагичного чего-то Вот все эти как бы Такие вот перевороты Там какие-то забавные ситуации Они все равно все проходят Ну как бы раньше То есть с годами же Человек он становится Более организованней У него больше опыта И вот например на Копейке Ни разу нигде не переворачивался Ничего такого не было Потому что Ну все равно уже какой-то Приходит какой-то опыт с годами Ну у Копейки колесная база Больше чем Моки Ну это тоже конечно влияет роль Но при желании То есть на раллии Где скорости там 160-180 км в час бывает Перевернуться то это Не составляет никакой проблемы Перевернуться мне кажется Можно вообще Хоть на чем можно перевернуться На чем угодно было бы желание При любой колесной базе конечно Не ну а вообще вот так Просто вот в соревнованиях Да я не имею ввиду Что там обязательно переворачиваются Что-то вообще какие-то Ну вот казус Как вы говорите Там пришли получили Медали поменяли Там что-то разобрали Ну бывает иногда конечно Казусы организаторов То есть это тоже Ну все как бы люди Ничего в этом такого страшного нету И в чемпионатах мира И в олимпийских играх Там иногда голы не засчитывают И тут у нас конечно бывают Свои ситуации Но в принципе ралли То есть вот в автокроссе Там больше субъективное мнение Потому что любой контакт То есть в автокроссе же стартуют все вместе То есть по 10 машин по 12 И в принципе любой контакт В автокроссе запрещен Но иногда из-за некомпетентности судей Иногда бывает кого-то там разворачивают Или какое-то происходит столкновение И ну не дают никакого наказания А в ралли это более объективный спорт Потому что ты едешь один И как бы ты борешься сам с собой И с секундомером И тут уж никак не стать быстрее и медленнее Ну вот смотрите сейчас даже Вот мы сегодня уже упоминали футбол Да там уже вводят систему видеоповторов Да то есть судья понятно Что он человек может ошибаться Не зря что у нас самый любимый к личности Судья на мыло Здесь ведь какое-то тоже идет какая-то фиксация Как-то проходит Гонка все же фиксируют Но в автокроссе сейчас стали применяться То есть у каждого стоит камера в салоне И смотрят Сейчас вообще у каждого водителя Какая-нибудь камера в салоне стоит Ну почти да У кого-то по 2 У кого-то по 2 А бывает и по 10 Можно поподробнее насчет по 10 Где ты такое видал Вот а так А в ралли Ну у меня тоже есть камера Чтобы записывать свое видео Ну чтобы потом смотреть ошибки какие-то Что-то поправлять Но в принципе в ралли Система видеоповторов не нужна Не нужна потому что там нет Вот этих вот спорных моментов Да таких Да Ну что Миш Наконец-таки кто-то решил ответить На твой вопрос сложный Привет Привет Меня зовут Аня Мне 12 лет Я учусь в 6 классе Какой школы? 30 30 отлично И какая же страна? Родина дрифта Это Япония Правильно Ответ правильный Какой приз ты хотела бы получить? У нас есть книги Приглашения Можно приглашения? А не имеешь список приглашений? Приглашения на двоих в КТ-кафе Зоки И приглашения в драмтеатр На спектакль День рождения принцессы А какой первый? Смотрите пожалуйста Приглашения на двоих в КТ-кафе Зоки Кото-кафе Можно вот это пожалуйста? Кото-кафе Котам Конечно можно Не кладите трубочку У нас редактор объяснит вам Как получить ваш приз Ну что? Кто у нас следующий вопрос задает? Так задавай Как называется Самая знаменитая Команда Райли? Самая знаменитая команда Райли Райли Так Это сложно Их много очень И в разные годы были разные команды знаменитые Ну да Именно сейчас Именно сейчас, да? А Но ты точно знаешь Что есть на этот вопрос Правильный ответ Ну давайте я повторю просто Я там скорее всего Не очень правильно сказал Попробуй Вот А ты не бойся Посмотреть можешь Думаешь слушатели не подсматривают? Как называется Самая знаменитая в мире Райли Вот Самая знаменитая в мире Райли Это уже другой вопрос Более понятный Ну что, друзья Опять-таки У вас гаджеты в руках Родители под боком И призы у нас в студии Все еще пока есть Есть какие-то вопросы к Павлу? Я просто подумал Что-то спросить хотят Злата, нет? Не знаю Ладно Мы просто вот начали как раз Говорить о всяких забавных случаях Когда я спрашивал Как вот человеку стать А вообще есть ли вот Что должно быть У человека Чтобы он мог стать гонщиком Да? Что он должен знать Там, не знаю, уметь Там Вот я смотрю Вот там в машинах уже Значит надо прекрасно разбираться Да? Что-то руками делать Вот такого рода вещи То есть вот смотрите Многие же мечтают Смотрят по телеку, да? Все смотрят Передачи про машины? Да Вот Все любят Нет Нет, ты не смотришь? Нет Ну ты, наверное, хоккей смотришь, да? Нет, хоккей тоже смотришь Художественная гимнастика Нет, больше играть, наверное, любишь, да? Чем смотреть? Ну, не знаю Нет, наверное, в хоккей я не играю Нет? Нет, я не играю в хоккей Только гимнастикой, да? Занимаешься? Нет, я занималась гимнастикой Но сейчас я не занимаюсь То есть ты как бы Вообще спорт не смотришь по телеку? Не смотрю. Но только летом смотрела синхронное плавание. Ну, это красиво. Это даже такое искусство, среди чем спорт. Вот что вот, ну, как вот, как понять человеку, что он годен, да, вот. Вот человеку, скажем, вот 11 лет, он говорит, папа, я хочу заниматься автомобильным спортом. Там типа, ну, понятно, что нужно определенное вложение, нужно решение принимать, да. Не дешевый вид спорта. Как вот понять, что есть смысл вкладываться в это существо или нет? Что у человека должно быть? У человека должен быть, ну, какой-то, конечно, определенный талант, то есть к управлению автомобилем, то есть он должен... А как это узнать в 9 лет? Ну, построить, вот, у меня первая машина, то есть у меня АКИ, по сути, было две, то есть первую, ну, первую мы машину собрали бюджетную, то есть болтовой каркас, ну, это, ну, может быть, 5-7 тысяч, и кузов мы купили откуда-то там с металлолома тоже за 5-7 тысяч. Ну, вся машина там, ну, в 25 тысяч можно уложиться. Вот, и мы на ней тренировались, как бы, учились ездить, и вот так... А вы где тренировались? На специально подготовленных полигонах, вот у нас есть полигон-мастер-класс, это 9-й километр советского тракта, и полигон под Горянка-Шихово, это, ну, там, у Бобина. Не, Паш, ну, смотрите, у вас хорошо, у вас папа, да, вот как бы в этом спорте, а если папы нет в этом спорте, как человек на этот полигон попадет? Просто позвонит организатору и... То есть это доступно в полигонах? Конечно, это доступно. Там на этих полигонах просто обучают вождению людей, которые вообще ездить не умеют, то есть это все доступно, то есть ничего там сложного нету, вот и просто тренировки, ну, и после тренировок уже понятно, то есть, во-первых, есть ли у человека желание этим заниматься, то есть снова вернуться на полигон и снова тренироваться, получается ли у человека, то есть время там хорошее, нехорошее, То есть, нет ли ошибок там много. И все, и так уже, если у человека все получается, есть желание. Тогда можно собирать другую АКУ. Надо собирать уже другую АКУ, конкурентоспособную, и участвовать уже в соревнованиях. То есть, как бы сложного в этом на самом деле нет, да? То есть, было бы желание. Да, было бы желание, можно и в космос полететь. Ну, это да. А девушки в соревнованиях участвуют? Да, участвуют. То есть, у нас в России есть даже девушка, которая участвовала в чемпионате Европы по ралли и становилась призером этапов в зачете ERC Ladies, ну, то есть, в женском зачете. А в Кирове? В Кирове нет, в Кирове пока еще. То есть, в вашей команде девчонок пока нет, да? Можно стать первым открытием. Подумай. Ну, да. Есть над чем. Еще кузова атаки где-то есть. Ну, в принципе, еще и машина не совсем пропала. Недавно же видели, да? То есть, несколько их так ездят еще, как ни странно. Но они забавные такие. Ну, удобные в городе. Парковаться можно везде. Ну, не знаю. Надо доехать сначала, нанести до места парковки. Не, не, а так-то надежный автомобиль. То есть, я вот сколько владел им. То есть, если правильно собрать, то есть, ну, нормально. То есть, я ездил сколько? Два с половиной года. И, по сути, технических поломок у меня почти никогда не было. Не развалилось? Нет. Ну, главное найти целый кузов, который не сгнил. Не, ну, Паш, смотри, ты же все равно ездишь тут уже на подготовленной трассе, да? Там где-то еще. А если бы ты по городу ездил? Ну, так, ну, подготовленная трасса не всегда ровнее, чем дороги по городу. А в большинстве случаев она даже не ровнее, потому что там помимо меня ездят другие классы. И помимо меня там могут погодные условия мешаться. То есть, иногда были этапы, когда я ездил на Океа, мы участвовали, кто дальше проедет на машине. Потому что грунтовую трассу ее заливают водой, она еще в овраге находилась. И получается, что там, ну, очень много грязи. И понятно, что там машины, которые на взрослых ездят, там калииные, они могут проехать. А вот Оке, например, не могут. И мы ездили, там была такая горка в одном месте. И вот кто на этой горке дальше заедет, иногда там ходили, линейкой мерили, кто дальше заехал, то ты победил. А вообще сколько удалось победителю проехать? Ну, там, может, метров 200 вот до этой горки доезжают. А потом в горку самое главное разогнаться. И кто дальше заедет, на передачу поставить и потом мерить уже по линейке, кто дальше подъехал. Интересное очень соревнование. А слушайте, вот не хочется вот сейчас все-таки АК, Копейка, сесть на какой-нибудь болид, такой уже серьезный. Есть такие мечты? Конечно, есть. Ну, все для этого, конечно, нужны средства. В Кирове просто попросту-напросто, ну, нет таких средств. А вот, например, смотрите, вот вы выигрываете одни соревнования, другие, третий, четвертый. Рано или поздно может на вас тут внимание обратиться. Когда смотрите, какой парень перспективный, да, там глядишь и спонсоры подтянутся. Это по-разному же бывает, да? Ну, да, конечно. Все-таки зависит что-то от таланта самого пилота. Конечно, могут и спонсоры появиться. Ну, есть такие мечты? Конечно, есть. Что на самом деле, да? Ну, в чемпионате мира по ралли хотелось бы участвовать. Ну, в принципе, никто же и не закроет дорогу-то туда. Конечно, никто не закроет. На чемпионате мира, там ведь, извините, тоже ведь машины-то не такие, не супер-классы идут. Или там уже наборы? Там уже супер-классы, да. Там уже, да, супер-классы. То есть это уже не то, что по карману, да? Да. Там одна машина стоит, ну, где-то от миллиона до миллиона двухсот тысяч евро. Евро? Евро, да. Евро? Евро. Они очень там дорогие. Там уже нанотехнологии, там все на заводах делают. Так, я смотрю, немножко в ступор вогнал наших служителей, да? Евро. Так, он, видимо, уже сформулировал папе вопрос, а сейчас думает, как же сказать папе, что это стоит один миллион евро? В рублях-то еще нормально, а в евро? Не, в рублях-то, если перевести это, в рубли-то еще ненормальней станет. Ну, если бы это было не в евро. А, ну, если миллион рублей, ну, в принципе. Ну, миллион рублей. Это нормально. В миллион рублей сложно даже копейку построить. Вот такую, да, годную для... Ну, сейчас у меня машина, ну, может, ну, 500 тысяч в нее вложено, то есть... А вы собираетесь что-то менять, что-то, да? Ну, да, еще надо, конечно, менять, потому что уровень соревнований растет, и плюс приходится бороться с калинами там, с хондами, ну, то есть, с машинами, которые, в принципе, заведомо даже без подготовки стоят гораздо больше денег. А тут все-таки копейка... Да, и по характеристике у них все равно больше уже, потому что они позже созданы. Копейка 1974 года. Ну, с другой стороны, это такое ралли, это у вас? Да. Какие это ближайшие планы? Куда собираетесь? Собираюсь вот 16-18 февраля будет ралли Малахит. Это вот в Челябинске? В Челябинске, да. А потом у нас перерыв, поскольку весной гонки не проводятся, поскольку трассы очень, ну, сырые и... Ну, наоборот, самое бы время на оках погоняться, так кто-то дальше... Ну, на оках-то, может, и гоняется. Вот, и потом у нас летом планы Ростов-Великий, это под Ярославлем. Там что будет? Там, ну, все то же самое, Кубок России по ралли. Вот я сейчас в этом году цель поставил себе Кубок России по ралли, то есть проехать 6 этапов плюс... Там 6 этапов? Нет. В Кубке России по ралли там вообще около 20 этапов, но как там... Система начисления очков идет, то есть 4 этапа лучших в зачет, и плюс все едут на финал. Ну, вот я себе поставил цель, как бы, 4 этапа, то есть неплохих результатов показать, и потом уже на финале там бороться за какие-то призовые места. А это когда будут финалы уже? Финал будет в ноябре, этап предгоря Кавказа. Это где-то на Северном Кавказе? Это где-то там, да. Ну, вообще, конечно, интересный вид спорта, да, смотри, где путешествовать все время приходится. Причем так это, на дорогах. Ну что, я думаю, будем тихонько желать удачи нашему гостю. Да, давайте. У нас вопрос какой остался в эфире? Самое знаменитое... Райлик. Вот. Ребята, у вас еще есть буквально парочка минут, чтобы собрать волю в кулак, родительский совет собрать. Совет родителей и детей. Совет родителей и детей. Вопрос-то ведь не такой сложный на самом деле. Можно ведь просто, как это говорят сейчас... Загуглить. Да, окей, гугл сказать. Вот. И вам все объяснят. Призы еще пока есть. Мы ждем ваших вопросов. А пока буду говорить потихоньку, подводить, так сказать, итоги. Мы сегодня говорили об очень интересной, я думаю, все-таки теме, да, ребят? Да. Я не знаю, как вы, я очень много для себя интересного узнал. Павел, большое, просто огромное спасибо за это, потому что одно дело, как бы, да, вот, слышать, что-то такие красивые переграчи смотреть, да? Другое дело, видеть, как это происходит здесь, вот то, что там вот, как это делается, как берется вот этот старый автомобиль, там из двух частей собирается. Большое спасибо. Я думаю, что мы, конечно, все желаем больших спортивных успехов нашему гостю. Да. Значит, Дима, запомним, миллион евро, если ты хочешь, да, с папой поговорить, поэтому подумай еще три раза перед тем, как этот разговор начать, вот. И, уважаемые слушатели, если кому-то нравится вот это чувство, да, это, наверное, классное чувство скорости вот этого, да, особенно, когда ты впереди. Не забывайте, что если у вас есть такое желание, на самом деле это все достижимо, это не фантастика, вы можете стать таким же, вот как стал Павел, который стал, ну, вы на самом деле самые молодые. Да, молодой, да, ралист у нас. Да. В городе и в области, наверное, даже. Ну, да, по сути. Наверное, да, то есть все это достижимо, все это реально, просто нужно желание, нужно много работать, я так понял, да, нужно повышать свой, так сказать, уровень, и у вас все получится. Ну, что ж, ответа так и нет у нас на наш вопрос. Нет. Ну, что-то ты совсем сложное задал. Ну, ничего, ты не переживай, нам эти книжки на следующей передаче пригодятся. Было бы предложено, да? Что-то хотите спросить еще у Павла, пока мы его не отпустили? Ну, самый такой вопрос ему. Ну, задумались. Слушай, они все, они уже в мечты все ушли. Они уже все... Все уже себе машины строят. Да, все уже машины строят. Миш, ты на какой машине хотел бы нарезать вообще вот на таких гонках? ВАЗ-2106. На шестерке? Нормально, надежно. Развалиться посреди пути нету. Ну, тогда надо шестерку, которая произведена в Советском Союзе, потому что шестерки, ну, то есть кузова шестерок, которые произведены уже в России, они все уже находятся в мертвом состоянии. То есть нужна родная такая старая шестерка, да? Из них ты уже ничего не заберешь. Ну, для гонок на выживание заберешь. Но это реально, да? То есть на шестерках можно ведь это тоже, да? У нас в России есть экипаж, по-моему, если не ошибаюсь, Павел Девятых из Екатеринбурга. Он построил себе спортивную шестерку и на ней тоже добиваются определенных успехов. А там начинка-то, наверное, вообще уже... Там уже тоже, да, начинка не шестерочная. Не шестерочная. Да. Ладно. Все-таки я, конечно, надеюсь, что ты не будешь заниматься автомобильным спортом. Мне вот эта цифра не очень понравилась. Ну что, дорогие друзья, тогда вопрос мы оставим неотвеченным, к сожалению. А может, к радости, да? Нет, не к радости. Ну, все равно уже что теперь делать, да? Время постепенно наше уходит. Я хочу напомнить, что у нас сегодня была программа «Открывашка». У нас в гостях был Павел Усатов, самый юный гонщик Кирова и уже довольно-таки титулованный. А с ним вместе у нас в гостях был большой красивый автомобильный шлем. Вели программу «Мы все вместе». Это был Дима Гавриков. Дима, до новых встреч. Миша Голиков и Злата Андреева. Ну и я, Николай Голиков. Я думаю, что мы обязательно встретимся с вами в следующее воскресенье на той же самой волне 101.0 в 10 часов утра. Всего вам доброго. До свидания. 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 Продолжение следует...